Екатерина Николаевна Юдаева Екатерина Юдаева в 2000 году поступила во ВГИК на художественный факультет, который окончила в 2006 году. Специальность по диплому. Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок, живописец. Рисует в жанрах пейзаж, портрет, натюрморт. Использует направление реализм, поп-арт, сюрреализм. Фильмография в качестве художника-постановщика. 2022 год. Сборник «Тетя Люси, выходи», «Тихий дом», «Ницше». С 2016 по 2018 год. Ну здравствуй, Оксана Соколова. 2017 год. Гейм, «Бедные люди», «Бесстыдники». Екатерина Юдаева, лауреат Кинотавра, фестиваля «Короче» и многих других, участвовала в ток-шоу «Разреши себе». Съемки проходили на малой сцене театрального центра «Вишневый сад». Была сценографом в постановке «Наш любимый хай-тек» театра «Шалом». Катя, спасибо, что ты до нас доехала в это непростое время, в эту непростую погоду. Но вопрос у меня другой. Скажи, пожалуйста, а какую самую дорогую картину тебе приходилось в жизни видеть, трогать, но не в музее? Держать на коленях, вот так. Сейчас не думаю. Кузнецова, наверное. Много, у меня много картин известных художников дома. Самую дорогую картину? Кузнецов. Не знаю. А сколько она стоила? Сколько она стоит? Сколько она стоит? Да, она мне была подарком. Это мой мастер. Ну, примерно. Вот если бы продавать ее где-нибудь на аукционе. Надо притяниться. На Сотбиси. Ну, я думаю, больше 10 тысяч долларов. Очень дешево. 10? Да. Надо миллионы. А за сколько ты самую свою ценную картину продала? Не так. За сколько у тебя купили? Купили. Давайте, самая дорогая картина, которую я продала. Да? Да. 350 тысяч. Долларов? Нет, рублей. Мало? Нет. Пугай. Из этого можно сделать вывод, что как обесценился труд художника. Я помню, 20 лет назад, в жирные годы, в расцвет капитализма, даже какая-то на авито картина стоила 50-40 тысяч долларов. На условном авито. Тогда, наверное, авито... У меня, наверное, плохой менеджер. Мне надо его поменять. Скажи, пожалуйста, а вот почему картины, например, Никаса Сафронова... Ох, хороший парень. Очень общительный, очень приятный в общении. Ну, вообще, хороший парень. Обеспеченный. Почему картина стоит так дорого? Ему повезло с пиаром? Ведь... Или там супер высокая художественная ценность? Не люблю оценивать коллег. Ну да, ну пошепчемся. Нам почему нет? Но, мне кажется, хороший маркетинг. Верено. Надо правильно продавать. Ну, как и все. То есть маркетинг... То есть он знает, как нужно себя преподносить... Сто процентов. С кем пообщаться на тусовке? Да. С кем выпить бокальчик на каком-то дне рождении? Правильно? Кого подарить? Кому подарить картину? Кому предложить нарисовать свой портрет, да? Ну, да. Думаю так. По крайней мере, миф, который я знаю, Сафронов раздарил много своих картин перед тем, как стал известным. И он был практически у всех. И когда приходили, видели, что это Сафронов, у меня тоже есть. Или там висит Сафронов. Ну... Да. Ну хорошо, работает пиар, потому что я стала продавать дороже картины, когда у меня их стали покупать. Пошли заказы. И теннисная школа Сколково сделала мне заказ на картины. Там можно посмотреть в холле мои картины. Там где-то около 20, наверное, картин. Это, конечно, дает мне возможность то, что другие люди мне заказывают. Кто смотрит, кому нравится. И пиар. Я только до этого додумалась. Поздно. А вот давай сейчас я назову несколько имен, а ты скажешь, это хорошо или там... Как профессионал. Исключительно как Андреяке. Ну как я могу говорить что-то про коллег? Он... Да дело не в коллегах. Ты можешь оценивать, как... Нравится или не нравится. Как мы сейчас назовем тебя художественный критик? Угу. Или искусствовед? Вот так давай. Я точно не искусствовед. Ну хорошо. Андреяке. Ну... У него очень интересные работы. Ну, это мне не близко. А Церетели? Он меня вообще как-то вдохновляет своим масштабом. Но он тоже не мой фонарь. Ну, как бы я его не... А Шилов? Ну, это тоже не мое. Я больше к современному. Аликс Ваулин. О, боже мой. А я его не знаю. Ну, работы знаешь? Нет, не знаю. Ну, я закончу тогда. Да, да, потому что не надо... Так, теперь с небес потихонечку спускаемся на землю. Надо открыть секрет нашим зрителям, что мы знакомы уже второй десяток лет. Ты представляешь? Я тут мемчик в Инстаграме сегодня с утра прочитал. Это я люблю. А? Мемы я люблю, да. Мемчик в Инстаграме. И там написано, что 2007 год – это 17 лет назад. 2007 год – это 17 лет назад. Ты представляешь? А это уже 2013, это уже 11 лет. И мы со съемочной группой приехали брать у тебя интервью в центре Москвы, прямо на бульварном кольце. Это чистые пруды. Там стоял роскошный, старинный особняк. И, по-моему, это был первый этаж или второй? Второй этаж, и у нас вся съемочная группа зашла и потеряла речи от той роскоши, в которую мы попали. Какие-то там потолки, как здесь, 5-10 метров, огромная мастерская, какая-то неимоверных размеров, старинная квартира с какими-то переходами, какие-то коридоры и так далее. Я помню, в общем, вот так мы познакомились. А ты сейчас там живешь? Нет. В этой шикарной квартире? Я так понимаю, что там висели, в этой квартире, висели работы твоего дедушки. Да. Ты потом о них расскажешь, да? Да, могу рассказать. Ну, обязательно это интересно. А что это за квартира и как ты туда попала? Ну, это квартира родителей. Я там живу, ну, жила. Сейчас я живу в другом месте, уже в своей квартире. И теперь же она постоит. Надо, кстати, как-нибудь там собраться, погулять, устроить выставку. Я думала об этом. Ну, я думаю, что там ни одну ее выставку можно устроить. Тогда ты родилась, тогда еще раньше. Ты московский ребенок, ты родилась в Москве? Да, родилась в Москве. А в каком районе и куда ты ходила, откуда ты ходила, где твой район детства был? Родилась на Шоссе энтузиастов, а потом жила в Отрадном. Шоссе энтузиастов тоже разное. Шоссе энтузиастов дом один. Мы недавно были на одном мероприятии, освещали в качестве прессы МТС, это Лайт Холл, и мы проходили современный жилой комплекс Шоссе энтузиастов дом один. Я поражен был современному подходу к строительству, как там все сделано. А есть Шоссе энтузиастов, это за Перово. Как бы одна дорога, но совершенно разная. Нет, это прям метро, Шоссе энтузиастов. Ну вот рядом, уже туда, к Перово, все правильно. А это какие-то Владимирские? Как понять Владимирские? Владимирские улицы. Да, улица, Новогиреевская. Ты родилась там, Новогиреевская улица. То есть ты Перовская. Новогиреевская. Новогиреевская. Там 50-х годов, у него в паспорте написано, место рождения город Перово Московской области. Да, да, нет, у меня город Москва. Новогиреевская улица, это все-таки метро Новогиреева ближе, чем Шоссе энтузиастов. Я в год уже переехала в Отрадное, поэтому все, что там было до года, я точно не помню. Отрадное я уже помню. А переехали по какой причине? Получили квартиру. Родители? Да. И ты мама-папа? Нет, и сестра, у меня сестра, двойняшка. Тоже Катя? Нет, Аня. Но вы не близнецы, вы разные, да? Мы разные, да, мы не похожи. Двойняшки, это когда... В один день, но не похожи. А близнецы, это в один день, но похожи. Ну, как вы, когда похожи. А мы с ними не похожи. Катя и Аня? Катя и Аня. Так, ну прям мне хочется много вопросов других задать, но пока ограничимся на Новогиреево. И значит, Катя, Аня, а маму как? Лена. Лена. Папа Коля. Семеновна. Елена Семеновна и папа... Николай Иванович. Николай Иванович. Елена Семеновна, Николай Иванович, Катя и Аня вчетвером переехали в Отрадное. А на шоссе энтузиастов, это чья квартира была? Бабушкина? Да, бабушкина. Ну, бабушка осталась на шоссе энтузиастов? Да. А бабушка с дедушкой? С бабушкой с дедушкой, да. Это родители моего папы Николая Ивановича. А художник был отец... Семен, это отец мамы. Про него тоже поговорим. Так, и в Отрадном ты уже пошла в школу? Да, в Отрадном я ходила в испанскую школу. Ну, нет, не в Отрадном, мы ездили в Свиблова, там была испанская школа. Ну, отличная, да, хорошая, Свиблова. Там открыли испанскую школу, и мы пошли туда. А кто возил? Ну, какое-то время папа возил, а потом... Каждое утро? Каждое утро. То есть вы садились завтракать, вы вставали в 6.30, здравствуйте, ребята, слушайте пионерскую Зорьку. Мы в это время садились завтракать, а вы выходили из дома, получается, да? Плюс-минус. Нет, когда мы пошли в школу, в испанскую школу, у нас уже не было никаких ни октября, ни пионеров, не было уже. А и Аня учила испанский, и Катя? Да. А кому больше испанский нравился? Да, нам обоим, мне кажется, прекрасный дед. Слушай, скажи, пожалуйста, и отец каждое утро вас возил? Да. А потом ехал на работу? А потом он перестал на свои дети. Потом ездил? Мы сами на автобусе там 30 минут, самое ужасное, что было, если опоздаешь на автобус, то ты опоздаешь на урок. Да. Потому что надо его ждать, они не ходят часто, и это самое обидное, что может быть. И ведь из-за трасс... Но вы же на метро ехали? Нет, на автобусе. На автобусе, но автобус шел в центр. 24-й автобус. Он шел в центр, как раз собирая все пробки, да, или как? Ну, он там как-то объезжал, нет, он так изривисто шел, и, в общем, он ехал 30 минут. Ну, мы быстро пересели, потому что папа, с папой мы всегда опаздывали в школу. А папа возил на автомобиле или тоже на автобусе? Да, на автобусе. Но 30 минут – это ерунда. На самом деле многие... Ну, на автобусе – это 10 минут было, наверное, быстро. 5 минут. Это автобус, пока всех соберет, приедет. А папа на работу потом ехал, или специально выезжал для того, чтобы детей отвезти? Специально выезжал, чтобы нас отвезти. Он, мне кажется, не торопился. Ну, какое-то время... Да и они вообще особо не следили за нами, поэтому мы как-то быстро научились сами ездить на автобусе, сами приходить, и тем более нас двое, они как-то отпускали нас смело, потому что мы сейчас вдвоем идем, двое детей сели на автобус и поехали. Это сейчас невозможно, наверное, так отпустить детей. Но это с какого класса вы начали уже? Мне кажется, с четвертого. С четвертого? Да, ну, быстро. Ну, такие, осознанные. Мы в 6 лет ездили в Югославию, там мама нас отправила. Вот прямо когда война-то началась. Все, она нас отправила с какой-то своей подругой, с работы на две недели. Но это не детский лагерь. Это частная поездка? Ну да, там они собрали какую-то группу, и у нас была гостиница. А, детский лагерь, то есть за вами приглядывали? Да, ну, там были несколько человек, которые тоже с нами поехали. Нет, у нас был номер. Прям хорошо, так они как-то организовались. У меня мама в медэксперте работала на тот момент, и там как раз она как-то это все... Они там организовались. Но они были уставшие. Двое детей. Как у вас родители воспринимали? Ну, тяжело было, когда двое хотят там один в одну сторону, в другую в другую. Мне кажется, они все время нас пытались сбагрить. Сестрой куда-нибудь. Папа с мамой подальше, чтобы отдохнуть. Удавалось? Не знаю, надо их спросить. Ну, мы тоже хорошо проводили время. Так, ну, а вас бомбежка в Белграде не заставила? Нет, мы были там на каком-то курортном городе, где-то... Как сейчас говорят, в Черногории, наверное. Ну, да, наверное, где-то там. Я помню море, помню. И что-то у нас там уплыло, тапочки сестры, она потеряла. И кто-то поплыл спасать эти тапочки. Ну, так, в общем, классно. Помню, в шести лет, это там... Даже, наверное, пять, или шесть. Ну, в общем, в школу еще не ходили. А в Отрадном, в Свиблово вы проучились... Ну, да, до одиннадцатого, да. И закончили эту школу одну единственную? Да, и... У меня сестра закончила с... Кажется, с золотыми... Да, с красным дипломом, или как это? С золотыми дарами. Да, она такая отличница. Но мне удалось... Ну, как бы у меня пятерок не было, но и троек тоже. Там, кажется, это у меня серебряное, но так как поведение моё было тоже... В общем, только сестра у меня закончила золотой. Ну, ведь, а там... Там девятый, десятый, тем более одиннадцатый класс, это уже выбор профессии. Как он стоял, этот выбор у вас? Я хотела быть хирургом, врачом. А Аня? Она... С ней решили продолжить обучение. Она стала... Поехала в Шотландию заканчивать двенадцатый класс. А я поступила в ГИК. В Шотландию? А почему такой выбор? Мам гуляла с собачкой, там у кого-то такая же собачка была. Какая? Бедлинтон-терьер. Как овечка. Такая красивая. И... В общем, они обсуждали там с какой-то женщиной детей, и выяснилось, что у неё внук учится где-то в Индии, английскому языку. И столько всего такого он рассказывал. Мама пришла, поделилась с папой. Папа говорит, зачем Индия? Какая Индия? Может быть, в европейские страны, если... А у Ани есть склонность к обучению. Она такая, ботан. Вот я такая творческая, а она ботан. Ну, и в общем, она поехала туда учиться. Ну, это ведь за учёбу платить, за общежитие платить. Денег на еду нужно, на карманные расходы нужно, что-то купить там, погулять туда-сюда. Ну, это ведь серьёзный расход. Ну, сестра, наверное, экономная. Получалось. То есть для родителей это не было больно, да? Вдруг бах, и... Ну, не знаю, надо тоже у них спросить. Ну, вот было, например, так, что Катя, вот, мама, вот я хочу пальто жёлтенькое, или там... О, да, на мне это сказывалось всё очень хорошо. Да, да, да. Аня, мы за Аню, за обучение платили и так далее. Да, на мне это сказывалось. Ну, как это было? Ну, типа того, да. На мне экономили. А почему в ГИК, и как вообще-то, как ты выбрала это? Блин, вот я не выбирала. В меня как-то не верили, что я могу быть хирургом. Все говорили, что я должна пойти в творческую профессию. Вот они как-то пытались меня убедить в этом. Так как мой дедушка художник, и он погиб раньше, чем научил меня рисовать, почему-то за это взялись его друзья. И... В общем, мы поехали на Пленэр, порисовали, и они сказали, что я талант. И это вбилось родителям в голову. Я просто не хотела никакие ни Строгановка, ни... Ну, это всё тако... Почему? Ну, кино интереснее, ну, если выбирать, куда идти рисовать. Ну, по профессии я живописец, но ещё художник кино. А по профессии живописец это художественная школа или в ГИК? В ГИК, да, в ГИК. Там в конце пишется так художник кино и телевидения, комбинированных съёмок, профессии живописец. Вот так вот. Такой долго. Но ведь тогда туда был огромный конкурс. Очень. А ты готовилась? Как вообще вот это всё произошло? Поступила? Пришла на курсы. Ну, вот меня родители убедили, я хотела пойти в медицинский. Они говорят, ты что? А до этого моя двоюродная сестра несколько лет поступала в медицинский. Она тоже там золотой медалью закончила. Просто у нас все так учатся. По сравнению с моими всеми отличниками, с остыми братьями, я была не отличница. И они считали, что если у них не получилось, то как может что-то получиться у меня? Поэтому они говорят, давай творчество. Тем более творчество... В общем, все говорят, что у меня получается. Ну, и что там надо было делать на экзаменах? Как вообще? Ты уговорила принимать комиссию тебя взять? Ну, да, кстати, уговаривала. Правильно. Нет, я пошла на курсы. Вот сейчас расскажу вам вот эту историю, и все будут выступать так же, как я. Я просто знаю, что надо со всеми договариваться. Мы пришли на... Ну, вот я пришла на курсы, показала свои работы, при том, что которые говорили, что гениально, они посмотрели, говорят, окей, ну, как бы, ты давай попробуй, ну, как бы, давай не будем так, чтобы тебя выгоняли с курса. Я такая, думаю, какой-то плохой знак. И первое мое занятие с живописью был, в общем, портрет. Нужно было за два занятия нарисовать портрет. Я даже краски не умела смешивать. Ну, я акварелью, там, гуащи написала. Сейчас... А я потом тоже расскажу интересную историю. Как я была на 85 лет в художественном факультете в ГИКах ЦДХ, и как меня все узнали. Ну, потому что это такая история, конечно, потому что ГИК не берет без подготовки. Это нужно что-то... Ну, чем-то удивить. И вот я делаю портрет натурщицы, неизвестные. Все это первый раз. Даже не знаю, как это делается. И Кузнецов Анатолий Владимирович, как раз он у меня был на курсах преподавателем в живописи, он мне говорит, это гениально. На курсах подготовительных? Да. На подготовительных. Это гениально. На следующее занятие он приводит всех своих студентов. Это шестой курс. И показывает картину. Говорит, вот так надо писать. Я с ним вообще ничего не понимаю. Так я думаю, значит, я поступлю. Все, я поступлю. Беру какую-то девочку из этого курса. Говорит, что это, классно? Он говорит, вообще, ты талант. Я поступлю? Он говорит, нет. Я говорю, как так может быть? Я талант и не поступлю. Она говорит, ну потому что с таким уровнем рисования невозможно. Ну, тяжело поступить. Ты плохо рисуешь. Но ты талант. Непонятно, да? Понятно, в принципе. Я потом только это поняла. Потому что на самом деле научить рисовать можно кого угодно. Меня учили рисовать. В ГИКе я училась рисовать. Прямо реально. На подготовительных курсах? Не только на подготовительных. Даже когда я поступила, они меня же тоже там кошмарили. Мне ставили двойки. У меня в какой-то раз они мне поставили двойки по живописи, рисунку. И я пересдавала все это. Все лето сидела, рисовала. Но зато диплом у меня на пять. Вот это очень важно. Вот то, что ты взяла одну студентку или одного студента, он говорит, это талантливо, это там супер, но ты не поступишь. Ты не умеешь рисовать, но ты талантливый. Вот как это изображено на полотне? Вот можешь пояснить, что... Вы знаете художника Перасмани? Ну, конечно. Перасманишвили. Да. Он же не умеет рисовать. Он же не умеет рисовать. Но это же какой-то... Примитивизм. Ну, привитивизм... Ну, а какое чувство композиции, цвет, как интересно он все изображает. Он же что чувствует, то и изображает. Возможно, художники именно те люди, которые не просто копируют. Сейчас же можно сделать любую фотографию. Я сейчас рисую, использую искусственный интеллект для рисования. Например, в кино у меня все, что там, все картинки. Это мои работы с помощью искусственного интеллекта. Ну, прекрасно. Да. Супер. Ты впереди планеты всей. Люди еще через 10 лет только это изучат и поймут, а ты уже зарабатываешь на этом и пользуешься. Ну, то есть это что было? Это было какое-то... просто искусство. Чувство цвета, чувство композиции. Им понравилось. Объясню. Я анализировала эту картину, у меня до сих пор сохранилось. Ну, наверное, им понравилось то, что человек, который не изучал ничего по рисованию, по живописи, чувствует цвет, потому что... А, я еще художник, который рисует очень открытыми цветами. У меня яркие картины. Хотя есть и темные, где я использую в висеровке, но... сейчас у меня это все такое очень цветное. Такое яркое. была девушка в каком-то желтом свитере. натурщица. Да. Сидела какие-то зеленые, синие тени, в общем, так поработала. Хотя там глаз один где-то в одной стороне был. В общем... Наверное, она была не похожа, но по ощущениям была она. Вот я передала ее настроение, образ, ощущение, ну, натурщица. Я понял. Натурщица себя бы на этой картине не узнала, но любой художник... Узнала бы. Узнала бы? Даже натурщица? Конечно, узнали. Но... Но ты нарисовала не вот в стиле натюрморт, да? Или не в стиле портрет, а в том, в котором ты это все увидела. Да, как могу. И поэтому он сказал, что это гениально. И поэтому всех собрал и сказал, как Маяковский, да, я сразу смазал карту будня, плеснувший краски из стакана, я показал на блюде студня, густые скулы океана, на чешуе жестяные рыбы прочел я зубы новых губ. А вы, Нактюр, сыграть смогли бы нафлеять водосточных труб? Это ведь он говорил как раз про перосмане. Вот это стихи, зашифрованный посыл. То есть ты смогла увидеть в обыденном, ну, желтая кофточка какая-то, может быть, такая же, как у Киркорова вопрос когда-то задавала. Роза была. Ну, неважно, да? А ты увидела это, ну, вот как бы ты предала новую жизнь этой картине в обыденном, настоящее искусство, и поэтому он так сказал? Ну, я просто пыталась передать то, что я вижу, справиться. то есть ты разорвала шаблон и нарисовала просто все это в другом стиле, написала? Как смогла. А своих после курса берут подготовительных? Или как это было? Нет, там нет такого, что берут. У нас, мы же, когда курсы заканчиваем, там тоже какой-то просмотр происходит, и надо его пройти, и чтобы они разрешили подать документы. Там очень сложно, там какая-то система такая, просто я с ними договорилась, чтобы они не ставили мне двойку. Я говорю, поставьте мне главное не два, чтобы я прошла. А с кем ты договаривалась? Кому ты договаривала? Да всем. Ну, это, в принципе, в чутку. Как бы, это не было такое. Просто говорю, не надо меня заваливать. Пожалуйста. Ну, мне и так поставят два. Только вы не ставьте мне два. Это ты Кузнецова говорила? Нет, он мне, кстати, в меня сразу поверил. Кузнецов, я думаю, что плюсы он добавлял, именно он. Поэтому. И как случилось поступление? Сдавала экзамены, как все. Готовилась. Я знала, что у меня будут очень плохие экзамены по живописи, рисунку, композиции, потому что они мне сразу сказали, что надо учиться рисовать. Это надо каждый день сидеть и рисовать. Потому что, чтобы научиться, надо научить руку рисованию. И у меня, конечно, не было времени, сколько я ходила. Чуть больше полгода на курсе. Поэтому я понимала, что с рисованием у меня плохо. Можно такие секреты-то рассказывать? Почему? А ты пока еще ни одного секрета. Ни одного секрета. Если бы ты слышала, какие секреты рассказывают люди в этом кресле. То, что Пригожин, когда приехал в Москву, под землей теплотрассы гудроном изолировал, чтобы заработать на хлеб, мне тоже кажется, что это интереснее. Тогда расскажу дальше про Вегейку. Потому что мне на самом деле нравится. Я думаю, что это один из моих успехов. Я хорошо подготовилась ко всем другим экзаменам, по всем сочинениям, истории, собеседования. У меня было отлично. Плохо у меня было, конечно, но они мне не поставили двойки. То, что я и просила. У меня там было 4, 9, или 5, или 3, какие? Там же десятибальная оценка. И они тоже мне поставили не такие уж это... Ну, как бы... Понятно, на 9-8 я не могла рассчитывать. Но у меня было... А за что-то даже было 6,7. Конечно, наверное, за живопись. Самая слабенькая у меня была композиция. Ну, этому я училась потом. 6 лет. А как поступила-то? И... А, еще, вот, еще. Я написала сразу заявление о том, что я не хочу поступать на бюджетный, я прошу поступить... Ну, сразу хочу поступить на платный, потому что платного тоже очень мало. Ну, там, как бы у нас 5 мест бюджетных и 3 платных или 2. Сейчас, кажется, там все это увеличило. А папа-то знал об этом? Да. Как бы это с разрешения папы было. Но тогда это все не так дорого ставило. Все равно тогда и зарплаты были? Я каждый год пыталась перевести на бюджет, а они, мне кажется, поэтому ставили, потому что как только я задавала вопрос, они говорят, ты еще задаешь вопрос, что хочешь на бюджетный? Да, на платный началось. Но, кстати, там такая история, что я по баллам была столько же, сколько девочка, которая вместе со мной училась. И ее не взяли. И она такой скандал устроила там. Ну, как бы я-то изначально на платный, но у меня тоже много баллов было. Ну, как бы в итоге. У меня вместе с ней одинаково. И она шла, ну, как бы следующая, ее должны были бы взять, по идее. Но так как у нее совпадали баллы с моими, ее не взяли. И, в общем, она ненавидела мне все шесть лет. Ну, она, ее дали еще одно место из-за скандала. Да, она там так скандалила, она добавилась к нам чуть позже, там, через месяц, кажется, она весь сентябрь там скандалила. Поэтому все меня знают. Какая героиня, И ты, она. Так. А я даже не знала об этом, мне потом рассказали. Давай про папу тогда чуть-чуть поговорим. Подожди, последний вопрос тогда про ВГИК. Про ВГИК. Неинтересно, я на отлично закончила. Очень интересно. У меня, когда я сдавала диплом, вот так случилось, я ругалась с родителями. И, в общем, я решила, думаю, ты вообще сдавать экзамены пойду. все, испортивание настроения. Я такая, сижу на чистых прудах уже. и не хочу идти. Увидела у папы бутылку с виски, выпила. Мне полегчало. И я такая, думаю, ладно, пойду. За счет диплома. Да. И я опоздала на 25 минут, вот у нас начиналось с 10, не помню. Но я была не первая, я знала, что я иду третья, мне, кстати, еще дали самое лучшее время. Я была первый день, третий. У тебя весь пакет документов уже был, да? Уже характеристика была подписанная. я еще с утра пошла распечатывать это, я же все делаю по своему. И критики уже сделали свой обзор. Рецензии. Рецензии и так далее. Но я ее еще не знала. Критика, кто у меня был? Ну, оппонент. Там один или два человека должны быть. Я даже не помню, кто у меня был. У меня меня мучает вопрос, а виски были накануне? Нет, виски были перед, утром, прямо перед дипломом. Я говорю, я их выпила. А сколько, какую дозу? Ну, чуть-чуть, я, ну, там, наверное, грамм 50. они меня уже разоселили. Так вот, я когда пришла в институт, я была третья. Но передо мной еще два человека должны были защищаться. И я захожу в аудиторию, при том, что захожу в аудиторию, а мы все это делаем накануне. Мы только приходим, и уже у нас идет защита. Мы не вешаем, это же еще картины висят. Я захожу в аудиторию, где должен был первый человек выступать, и они еще не начали. И они, когда увидели меня, они говорят, все, все пришли, закрывайте дверь, начали. И я поняла, что они не ждали меня. В общем, так. Ну, там, потом была защита. Мой мастер, Петров Виктор Валентинович, достаточно известный художник-постановщик, он стал спорить со мной на дипломе, что-то ему не понравилось. В общем, я стала защищать. В итоге там все аплодировали, сказали, что это лучший диплом. После этого диплом на пять. На самом деле ты тогда не знала, что если кто-то начинает спорить с тобой во время защиты дипломной работы, то это сто процентов для того, чтобы поставить пять. дипломной работы, не знала. А, да. У меня была ситуация, я сейчас в комиссии в зимней, у меня магистранты защищают ВКР или магистранты. Это называется даже не ВКР, это называется кандидатская диссертация даже. Вот как кандидатская диссертация, это уровень уже какого-то научного открытия. И девушка защищалась по Russia Today по социальные проекты на Russia Today. Я понимал, что она буксует, я ей помогаю, я вкладываю в нее какие-то ответы простые, она теряется и в общем, она не поняла, что я хотел ей помочь. И в итоге я когда вышли, комиссия обсуждала оценку, я говорю, давайте пять, ну посмотрите, какая классная работа. А председатель поставил четыре. И она, наверное, подумала, что я ей задался слишком сложный вопрос, из-за этого ей поставили четыре. Я не знала. Да. Это, оказывается, он мне пытался помочь? Если, если... А я знала, он меня всегда любил, и конечно, да. Если он тебя или член комиссии вызывает на какую-то дискуссию, это, конечно, хорошо. У нас, да, у нас такая горячая... Это даже отлично. Да, у нас там горячая дискуссия была где-то минут на 30. И ну я там столько всего сказала еще, добавила. Наверное, так и было. Правильно, потому что из-за этой ссоры и немножко виски я чуть-чуть потерялась, когда стала это все рассказывать. тем более меня шокировало, что они ждали меня, потому что они еще спросили, почему ты опоздала на диплом? Я такая, ну я третья выступаю. Они говорят, все должны быть, ну в общем... а теперь теперь про Папу. Про ВГИБ. Последний вопрос про ВГИБ и все. А что сейчас с ним не так? Почему ВГИБ 10, 20, 30, 40 лет назад это было вау? А сейчас вот что с ним не так? Нет, все с ним так, он остался, мне кажется, отличной школой и просто раньше... Почему сейчас про него меньше говорят? Что сломалось в ВГИКе? Нет, просто появилось много альтернативы, ну как бы не обязательно идти в ВГИК, учиться 6 лет, можно поучиться по-другому. А актерство учили в ВГИКе? Да. А кинематографическая школа, актерская лучше или театральная? Ну, это две разные школы, мне кажется. Ну, их же можно сравнивать? Что мне ближе? Мне нравится кино, театр для меня все-таки это немножко старело. Топают и кричат, да? Нет, не топают и кричат, а... Они громко топают по сцене и громко кричат, когда нам тихо говорить. Да нет, жизнь, она идет вперед, появляется очень много нового, интересного, и театр становится чем-то таким, уже, ну, как бы, не то, что прошлым, я не могу так сказать, он становится устаревшим по сравнению с новым. А нет ощущения, что государство чуть-чуть подзабило на ВГИК? То ли меньше бюджет, то ли меньше интерес стал в ВГИК? Большой бюджет, огромное здание построено. То ли там ректор как-то это самое не очень там проявляет какую-то активность, я имею в виду, может быть, вообще не с государственными структурами, с необходимыми. Да нет. нет ощущения, какая-то системная ошибка была на сто лет в ГИК, просто он изменился. Раньше это был четырехэтажный институт. Где-то на ВДНХ там. На Сергея Эдзенштейна улице, да? Да даже не на ВДНХ, а где-то там. если честно, я быстро все забываю. Папа, как относился папа к твоим коммерческим к твоей коммерческой учебе и как папа относился к коммерческой учебе Ани? Ну, так как Аня полностью была там на содержании, как моя была это маленькая трата там 27 тысяч он, кажется, стоил в месяц полгода. Полгода? Да. Ну, в общем, около 50-52 в год. Но мы начинали журфак, по-моему, тоже был 60 тысяч. Ну, где-то там, да. Но сейчас, мне кажется, он стоит много торговее. Сейчас? Когда мы учились на журфаке, мы платили, по-моему, да, 70 тысяч. в год? Не знаю. 60, ну, 30. А, или может, кстати, 30. Или не знаю, там поднялось просто в какой-то момент, поднялось. Тоже не помню, сколько это стоило. Может, вообще 27 в год. Не может. Мне кажется, что-то такое недорогое было, потому что... Семестр, наверное, 27. Нет. Но доллар, по-моему, вот когда мы учились, доллар был по 30. поступила? В 2000-м. В 6-м закончила. Ну, 6 лет она. Прям в это же время мы. Ну, вот где-то около 30, 27-30 был на журфаке семестр, а год был 60. видимо, у тебя 27-30 тоже самое, примерно. там что-то начиналось меньше, мне кажется. Я помню, к концу... Ну, тогда доллар был по 6, когда начиналось. Да, так. А когда закончили, он был уже 30? Да, не помню. Да. А чем занимался папа? Папа с мамой занимались экспортом российской продукции за рубеж, собчастия для тракторов на Кубу. Ох, как это шикарно. А где он брал собчастия? Сотрудничал с заводами Белоруссии, России и до сих пор. Ну, сейчас просто из-за всего нету этого, как бы, сложно. И, ну, возможно, возобновиться. Это вот закончилось только там 4 года назад, наверное. А это... С карантина, в общем. Это его профессия или он придумал бизнес, или кто-то его пригласил? Не знаю, как-то, кстати, надо его расспросить. Не спрашивала, но они как-то пришли к этому. Он вообще у меня инженер и занимался тестированием двигателей вертолетов. Это в закрытом институте работал. Где-то в Либерцах? Нет, В Либерцах? Нет. В Москве есть район, не помню. Хадынка? Хадынка? Нет, не Хадынка, мне кажется, это в юг, южнее. Я не знаю, потому что я один раз только проезжала мимо него и он мне сказал, вот здесь я работал, вот, смотри, колючая проволока, у нас тут КПП, а может, не знаю, какой-то... Хруничева? Нет? Ну, в Москве он находится, а мама в медэкспорте. В медэкспорте, да. А вот, кстати, мама его и как-то переориентировала, потому что она там работала, как бы это лекарство они занимались, это какая-то иностранная... Ну, они... поставки у них были из-за границы лекарства. Я помню, в детстве у нас даже были какие-то фрукты редкие, которые в Советском Союзе другие дети не ели. Там, манго, ананас, что-то такое. Микроволновая печка у нас была и давали на работе. Да. И у кого не было, а у нас была сейчас. Но они бросили свои работы и пошли открыли свое дело. не пускают ни в бизнес, не рассказывают, не знаю, как-то сами закрыты, поэтому даже рассказать нечего. Выучила, что они где-то. Экспорт с клубой, с запчасти. То есть мама с папой занимаются одним делом? Нам работают вместе. А мы разливаем. Ну, папа с мамой не ездят на работу каждый день? Или ездят? Сейчас они уже не ездят. сейчас сидят за городом на пенсии. Ну, на условной. Ну, условной, да, потому что изменилось все в этой жизни и все стало по-другому. А есть надежда, что этот бизнес возобновится? Они верят. И хотят? И хотят. да. То есть просто достаточно ветру падут чуть-чуть в другую сторону? Ну, вот была кубинская делегация летом, и там что-то возобновляется. Они даже встречались с кем-то. Ну, они мне не рассказывают подробности своей работы. Но пока они за городом. барахашем все будет хорошо и все там все нормализуется. А чем сейчас занимается Аня? Она живет в Лондоне. После того, как она закончила школу в Шотландии, у нее были хорошие данные, ну, как не данные, а как оценки. И ей удалось поступить уже в Великобритании в институт. в Шеффилде. Ну, уже не за папином в Шеффилде? Нет, все, папа. Папа вовремя тогда, наверное, с мамой сменил работу. Вот. И ну, открыл свое дело. И а потом закончил там институт, ну, в Шеффилде и поступила еще в один институт, уже в Лондоне. И в Лондоне она осталась. Работает юристом морского права. Ну, это тоже, кстати, мне говорили, иди в творчество, и говорили, иди в морское право. А ты знаешь, что из-за набегов в Красном море пиратов подорожали в два раза контейнерные перевозки за последнее время. Вот по поводу того, что все подорожало, это я знаю, но из-за чего не знала. Вот я периодически слышу там, мама с папой когда разговаривают, и я слышала, что что-то подорожало, но вообще там все очень дорого стало. Не то, что подорожало, все очень дорого. пиратов на израильские судна. Мы именно эту тему обсуждали с нашим телеоператором до того, как мы начали сейчас съемку. Мы прям сидели и обсуждали вот этот советский канал, то, что суда идут в обход, то, что боятся, хотя там сидят две с половиной обезьяны с гранатой. Не будем говорить, кто именно. Ну, в общем, вот такая история. Но она же обеспеченный человек, то есть она вытащила, получается, очень хорошую карту, да, козырная. Но она кайфует, ей хорошо с уровнем жизни, с лондонским, там же самые высокие зарплаты в мире. Ну, опять же, вот, начиная с карантина, как-то у всех все стало совсем по-другому, и в Лондоне тоже стало не так, наверное, хорошо жить, как и везде. Ну, это да, это конечно, но в принципе, в среднем, вот если... Ты зеваешь? Нет, ты что? Я хочу задать вопрос. Разбаю. У нее семья, ну, какой быт, что она делает целыми днями, когда ходит в парк? Она вышла замуж, у нее двое детей. За англичанин, за кого, где, ну, расскажи подробности. Американский грек. Ну, грек по происхождению, а по паспорту американец. И они вместе учились в институте, он тоже занимается морским правом. Ну, единственное, она юрист, она получила лицензию. А, кстати, ее... А, можно это говорить? Да. В общем, она была юристом в компании и ей сказали, что, ну, из-за того, что сложилась ситуация в мире, как бы, русские, ну, как бы, у нас международная компания. Да, Да. Неужели уволили? Ну, ее не уволили, она, там, просто перешла на другую работу, ну, как бы, ей сказали, что лучше уходить. И когда она нашла другую работу и уходила, ее еще долго не отпускали, потому что они не могли найти ей замену. В общем, так. А работу лучше нашла? Ну, это какая-то политическая такая история. Это не политическая, это просто идиоты. Ну, да, это вот, это, это цивилизованные обезьяны с гранатой в Суэцком канале, которые просто сидят и стреляют себе в колено, в одно и в другое. Это просто дураки. Ну, дураки, люди дураки. Там у нее везде эти корабли, у нее было сколько-то там кораблей, она абсолютно как юрист следила за 12 вот этими огромными судами, где им надо было выписывать эти... Не, конечно, это свинство. Вот человек, что стоило? Надо было учиться, приехать в Шотландию, чтобы папа отдавал деньги. Вот этим скотам надо было их посадить сюда и рассказать всю эту жизнь. Вот чего это стоило? И вдруг какая-то свинья, сволочь, скотина просто берет и говорит, что вот там туда-сюда, да, кто-то там на кого-то напал. Так ты напал, падла, вот ты виноват, первый, вот ты, ты скотина, который вот это вот сказал и подписал эту бумажку. Да, ну нет, она работает. Если были основания, значит, они были. Есть международное право, есть международные законы, которые работают в Лондоне в первую очередь. если это так, если приняты законы, если приняты какие-то санкции, то почему бы их не выполнять? Ну, надо просто, что, надо прихлопнуть самое слабое звено и все. Которое вообще не имеет никакого отношения. Она счастлива? Ну, она работает, все хорошо, у нее хорошая работа, она также работает там в крупной компании, просто ну, более масштабно, честно, более крупная. Ее дети, тетя увидят? Когда вы увиделись после этого? Летом. Они приезжали? Да, в августе. Они с мужем? Нет, он не приехал, потому что последний раз, когда он был на Новый год, ну, в августе они приехали уже без Алекса, а до этого на Новый год он приехал, его там два часа держали на томожне, проверяли, потому что он американец, и они говорят, зачем ты сюда едешь? В общем, он сказал, я больше не выдержу приезда такого, потому что это тяжело, ну, и у него нет времени, они приехали все на месяц поразвлекаться, а у него из-за работы была только неделя, он говорит, давайте я не поеду тогда. чтобы лишний раз еще с этой неприятной историей какой-нибудь в металлической комнате допрос с лампой в глаза. Аня не боится приезжать сюда? Нет. Ну, у нее российский паспорт, хотя она уже имеет британское гражданство. Она по российскому паспорту по британскому вежит? По российскому. И у детей тоже российское гражданство. Давай теперь о работе, о творчестве. Совершенно недавно в этом кресле сидела одна очаровательная актриса Ольга Герчукова. Моя подруга. Серьезно? Да, дружище. Передавай привет большой. И она нам рассказала одну историю, которая меня тоже шокировала. После того, как она закончила даже во время уже дипломной работы известного актерского театрального вуза, предложили работу сразу в театре. И причем всему курсу практически. Так повезло, всевышний видимо был благосклонен и сразу в огромный большой театр в театр эстрады под управлением Хазанова. Хазанова. И через четыре года Хазанов в угоду Филиппу Киркорову берет весь этот замечательный коллектив вышвыривает на улицу. И она говорит, что если бы это случилось сразу после того, как я получил диплом, меня бы взял любой театр. Потому что театры берут с удовольствием только вот со скамьи. Сразу в театр наш, выкормаешь и все. И всю жизнь ты работаешь в этом театре. А говорит, три-четыре года прошло, ты уже никуда не устроишься. Ты уже считаешься как бы человеком пропащим. То есть где-то было четыре года театр-эстрады, а кто где театр-эстрады и так далее. А у тебя какая ситуация была вот с этим? Кстати, вот так говорил мой мастер. Он говорит, не надо тебе идти учиться, тебе тут испортят, тебе тут заучат и ты не сможешь рисовать правильно. Ну, наверное, такая ситуация была, что меня научили рисовать неправильно. И я потом переучилась. Ну, ты получила диплом. Вот цель была сразу какая? На картину взяться? Да, мне сразу позвали. Куда? На бешеную сериал бешеная для НТВ. Сразу прям вот после. И ты декорировала их помещение? Была ассистентом художника. Который занимался локациями? Нет, художник-постановщик. Картины, коробочки, это самое, шкафчики, постельное белье. Вот чем отличается художник-постановщик от просто постановщика, от постанца и от реквизитора? О, да, это все разные люди. Художник-постановщик это третий человек на площадке. Первый режиссер, оператор, художник-постановщик. А дальше идут их помощники. У режиссера второй режиссер, у оператора светики, гафферы. У меня как раз идет декоратор. Это тот, кто мне строит декорации. постановщик это как бы мои рабочие, это мои руки. потому что я не делаю, я только придумываю, ну, как бы решаю, что и как. Реквизит это заполнение кадра, это то, что приносят и ставят. Реквизиторы? Да, реквизиторы. Вот. Ну, как бы, а я и не рулю, это мои люди. Вот мне больше всего нравится в кино, в сериалах особенно это новые подушки и чистое постельное белье. Вот меня это всегда очаровывает. Идеальные подушки из Икеи, идеальное постельное белье. Всегда. Любая постельная сцена. Там все идеально в кино, но на самом деле, если вы знали, что мы запекаете из говна и палок. Да, из дерьма и палок. Правда? Да, супер. Все так и есть. Так и есть. При том, что все делается так, чтобы это смотрелось в кадре. Удобно, как неудобно, на чем это висит, как это висит, долго это будет стоять, это не важно. Главное, в кадре это смотрелось хорошо. А вот решает по наполнению кадра, решаешь ты или решает режиссер? режиссер? Нет, если режиссеру что-то не нравится, то, конечно, уберем из кадра. А часто не нравится? Да нет, в основном они спрашивают, зачем это что-то, если это не нужно, то можно убрать. Это большая реквизитная тема. если это не работает на что-то, это убирается? Да, из кадра? Режиссер это не твой начальник. Нет, мы все работаем на режиссера. На режиссера? Ну, конечно. А какой самый капризный был? Вот самый вот такой прям противный? Да нет, все хорошо. Не знаю. Ну, даже можешь про ранние какие-то истории рассказать? Да нет, у меня, наверное, не было противных. Как не было? Что это расстраивает? надо рассказать. Нет, у нас сейчас Попов Юрий Юрьевич. Он очень любит вообще художественный цех. Меня об этом предупреждали. Но он меня любит и уже позвал на следующий проект. Поэтому я даже не знаю, про него мне нечего сказать плохо. мы не будем говорить, не дай бог еще. Сейчас что-нибудь ляпнем, и потом этот проект не срастется. грех на душу. Какие были выпиющие случаи? Были говнюки? Не знаю. Мне кажется, возможно, память такая, как в рыбке, я ничего не помню, но мне кажется, все было хорошо. Я не могу вспомнить никакого такого случая. я помню смешные случаи на площадке. Вот это я помню. А что-то какое-то... Ну, сейчас, кстати, было тоже смешно. У меня реквизит Наталья, она любит сделать, я называю, кровь, ну, как бы, кипятить кровь. И у нас там по сценарию прям... герои дарят все время розы везде. И тут вдруг ей приходит в голову, что почему он все время дарит розы? Пусть он лучше подарит хризантемы или что-то. И приносит хризантемы вместо роз. А у нас по сценарию, что он должен дарить ей розы всегда. И подруга говорит, зачем ты ей даришь розы? Она любит лилии. Потому что героиню по сюжету зовут Лиля. Вот так вот запомнил реквизит и решил подарить другие цветы. Боже мой, режиссер просто был не то что в бешенстве. Он спросил, вы читали сценарий? Вы читали сценарий? Говорит, и что там написано? Он говорит, ну, почему розы? Я говорю, Наташа, молчи, луч. Розы он должен дарить. И все нормально там у нас были в итоге поменяли на розы? Конечно, были розы. Притом, что у нас были розы, я предполагала, что может быть такое, и это были искусственные розы, китайские, но они, вот в кадре их не отличить. Вот как идеальная постель, идеальные розы. Но ведь это жутко нервная и очень хорошо оплачиваемая работа. но я могу сказать, что через пять, через десять лет, если все останется, как прежде, на государственном уровне, это будет мега, мега большой, обширный и денежный бизнес. Хорошо платят? Не знаю, мне кажется, художникам в России платят плохо. Или пока мне платят не столько, сколько я хочу. Вот из личного опыта художники-постановщики, мы с ними общались, это самые стрессоустойчивые люди, они не раздражаются, они не реагируют на какие-то выпады со стороны режиссера или там оператора-постановщика, оперпост, ну, условно. Но они хорошо зарабатывают. Вот за по-моему, за пару лет, может быть, за три года, но сейчас я не могу сказать точно, чувак купил квартиру в центре, трехкомнатную. У меня мой однокурсник Дима Петухов, он известный и хорошо оплачиваемый, художник-постановщик, но он много работает. А ты много это сколько? Я думаю, что он работал вообще 24 часа первые 10 лет. А сколько надо зарабатывать, чтобы можно было не заниматься продажей собственных картин, отдавшись полностью дипломной профессии? Вот это сколько должно быть? Так, у меня дипломная профессия живописец и художник-постановщик, поэтому это две моих профессии. Я образно говоря, чтобы не халтурить, не колымить, не в свободное от работы время посвящать себе, а не стоять за мольбертом. Вот вилку, это мне для себя. Хочу сказать, что мне нравится рисовать, я как художник хочу быть известной и, конечно, я хочу зарабатывать не на съемочной площадке, а рисую картины и пока просто в кино платят чуть больше, чем за картину, хотя я могу рисовать быстро и какие-то картины я делаю за пять дней, может быть даже за день, в зависимости от вдохновения, но там в кино просто стабильнее, но я бы хотела получать хорошо за свои картины и не работать в кино. Хорошо в кино художник-постановщик, хорошо это сто тысяч в месяц, триста, пятьсот, семьсот, миллион, ну вот сколько? Художник-постановщик? Да. Ну такой хороший, не убивающийся на работе сутками. Вот сейчас они типа ну как бы ценник такой средний в Москве это четыреста. Четыреста тысяч в месяц? Да, триста пятьдесят четыреста. Но это... А так нет, если идти на полный метр, там может быть и больше. но... Ну там у нас же нет такого месяца, как бы нам не платят за месяц, нам платят... За проект? Да, аккорд, нам платят по договору, сумму... Ну потом ты ее разбиваешь на количество месяцев, а если тебе, работая на этом проекте, ты уже знаешь, что тебя пригласили на следующий, ну как бы жить можно. Ну не знаю, смена 12 часов. 12 часов смены. Тяжело. Ну зависимо с того, как к ней подготовиться. У художника-постановщика мы же готовимся заранее. Но все равно надо быть всегда наготове. Все равно надо видеть площадку, чего-то там раз поправить, быстро вырезать, приклеить, опять слепить. Сижу на плейбеке, смотрю за кадром. Все время? Конечно. Не твои помощники? Нет, я. Сама? Да. А помощником говорю, вот там надо видеть. Не, ну, конечно, сейчас на этом проекте бегаю сама, и вот сегодня даже там стелила ковер, потому что надо было быстро, они не могли справиться, уже там все его стелили, у нас там такой из мозаики ковер, сам режиссер, ну, начал этот режиссер, он пошел стелить это все. Я сказала, как это режиссер идет это все делать, а вы все еще на обеде быстро пошли помогать. Мне стали говорить, еще обед, я говорю, ну, хорошо, тогда я пойду с режиссером это делать. и потом все присоединились. Мы наблюдали картину, на Красной площади приехала, это было там какое-то время назад, японская телегруппа, и, значит, оператор мужчина, инженер, ну, помощник оператора, женщина, и ставила женщина штатив, он показал, куда его надо поставить, значит, она все ставила, камеру ставила тяжелую, тогда еще были вот эти большие бетакамы, и так далее, а она же, женщина, она все подготовила, он подошел, там наехал трансфокар, там нажал, там пуск, плей, и так далее. А как у вас это? Да, наверное, на какой-то технический работник был. Мы наблюдали, я наблюдал, как работают тоже большие там съемочные группы, которые снимают клипы, там очень сложная иерархия, там начальник, потом еще начальник, тот начальник, который самый высокий, никогда не спустится, не сделает то, что должен сделать начальник чуть меньше, и вот так, один там на кнопку нажимает, второй подносит, и так далее, не дай бог, я что-то возьму. Мы не трогаем камеру. Я или лишу работы кого-то, или я такой вот барин, и мне там это западло. во-первых, за камеру отвечает специальный человек, который ею и руководит, ну как бы, и никто не трогает камеру, даже если вот она будет стоять в проходе, и надо что-то перенести, камеру трогает только вот у нас Игорь. Один из разделов твоей профессии по диплому, какие там съемки, какие-то? Комбинированные, сейчас этого нет. Да, вот ты комбинированные съемки чем компенсируешь? Ты вот за какую-то там, за какой-то монтаж, там, за графику, там, компьютерную, а есть в кино сволочи? Не знаю, такой позитивный человек, мне кажется, меня все любят, вы же меня любите. 2007 года в кино, это огромное... 6-го, 6-го. 2006-го. Неужели ни разу не кидали на бабки, неужели ни разу не... Ну было, ну я там сразу понимала, что один раз мне позвонили, предложили рекламу, записать подкаст для какой-то компании. Говорят, нужен художник-постановщик. Я говорю, окей, записывают в офисе. Ну, представляете, офис, ну, типа вот, грубо говоря, здесь офис, да? Тут же нельзя ни вбить ничего, ни повесить, ну, как бы, ну, только если принести стул, стол, что-то такое, а им нужно сделать в студии. Вот они там что-то мне морочили голову. Я им говорю, ребят, я даже помню на какое-то обсуждении я уснула. Просто уснула, они там сидели, два часа что-то обсуждали, какую-то херню. И самое главное, они не слышали. Это вот проблема вот молодых, когда вот им что-то появляется, они дают какую-то очень сильную важность, да? И вот начинают такие там, надо так-то, так-то, типа, вот этот, ну, брейншторм, как это называется? Ну, да, да, там еще куча разных слов использовать, там, а в итоге в этом офисе ничего нельзя было сделать, просто пусто. И они, это, мы разговаривали около недели, да, я им говорила, ребята, что вы хотите от меня? Что конкретно вы хотите? Нам надо там что-то сделать в этой студии? Я говорю, ну, вот у вас там есть студия, где вы будете писать, что там надо сделать? Надо ее сделать, чтобы она была похожа на звукозаписывающую студию. Надо сделать лангрид и гипертекстуальность. Ну, в общем, что-то надо сделать, я говорю, а там разрешат это сделать-то? Нет. Я говорю, а как вы хотите это сделать? Ну, если там ничего нельзя сделать? Нет, хотя можно, давайте тогда построим это где-то в другом месте. Ну, как бы, и вы там с ним, нет, надо в этом офисе, мы должны видеть этот офис. Ну, знаете прикол? Про нарисуйте семь фиолетовых линий, там, три из них оранжевые, две зеленых, в общем, главное, не фиолетовые. Не помните этот прикол? Нет? Нет, нет. И? Я вам покажу, это очень, главное, если разгадка, то кто-то даже заморочился и снял им, как это можно сделать? Ну, типа, сделайте невозможное. Ну, было такое. Ну, и все. И в итоге не получилось и не заплатили, да? Ну, я их, все это время, они хотели меня, я говорю, вы будете платить? Они говорят, будем. Я говорю, ну, давайте. А, я отдыхала, кстати, на даче с своими племянниками, как раз сестра приехала, все приехали. Это вот? Не этим, это было тем. И что-то они мне говорят, приезжайте в Москву, нам надо там эти совещания, там, вот это все, там, встречаться. но в итоге я приехала в Москву, мы так и не встретились, конечно, они поняли, что я им не нужна, ну, потому что, ну, как бы им нужен оператор, и кто там, кто этот подкаст будет им говорить, ну, записывать, ну, ведущий. С гостями или с кем-то, я уже даже не помню, что там было, и, в общем, художник им не нужен был. Они это поняли поздно, когда я уже приехала, когда я уже провела тут два дня, когда они там то назначали, встречи не назначали, я им говорю, ну, а как вы компенсируете мое потеряное время? Они сказали, извините, мы подумаем, ну, и так мне перезвонили. С кем из известных режиссеров тебе удалось поработать? Вот прям супер известных? У меня, наверное, нет такого большого списка, с кем я поработала. Не знаю. А с Михалковым? С Михалковым не работала. Мой мастер работала. С Русуликом? Нет, нет. И что, у меня молодые, талантливые. Сейчас же все кино, все сериалы, и вот на платформах молодежь снимает. Да, да, кстати, и очень талантливые. Все смотрят, и классные сериалы. я очень люблю сериалы. Сейчас, мне кажется, сериалы лучше, чем кино. Приятнее. Ну, сериал, главное, культурное событие современности. Вот. Расскажи, пожалуйста, про дедушку. Про Семена. Да, дедушка у меня художник, он еврей, величитокровный. И я благодаря ему вот сейчас планирую переехать в Израиль. Потому что, так как я за четверть еврейка, имею право туда поехать. Кстати, вы не собираетесь туда? Нет? Ну, а как работа твоя тогда? Если ты уедешь, кто будет? Так я хочу быть художником. И плюс... Там такие пейзажи, там такие места. То есть ты готова променять работу в сериалах, в кино, на то, чтобы писать полотна? Вот если вы дошли бы до моей выставки, вы бы поняли, что намного приятнее делать выставки, чем работать в кино. Про дедушку. Дедушка у меня художник. Да, художник. Так он... Он народный художник? Нет. Заслуженный? Сталинской премии, когда родился? Нету, нету него. Он родился в 25-м году, воевал, получил ранение на войне, пришел, женился на еврейке, потом закончил институт, его отправили в город Касимов по распределению, там он познакомился с моей бабочкой, приехал в Москву, развелся и уехал в Касимов, женился на моей бабочке. И вот... так и осталось. А от первого брака есть дети? То есть первый раз он был женат на еврейке, а второй раз женился на нееврейке, да? А от второго брака твоя мама? Да, двое детей. А тетя или дядя от первого брака? Ну, были? дети не было, никого там не было. У дедушки была сестра, и у нее была, ну, была одна, есть, она умерла уже, дядя, которая живет в Израиле, ну, жила, она умерла уже. И сестра у меня живет в Израиле, Троюр, ну, получается. А какие полотна он писал, в каком жанре он работал, откуда такая гигантская квартира во дворце, в центре? Ну, папа, ну, не хотел жить в Отрадном, ему не нравилось Отрадное, ну, вообще, на самом деле, в общем, ему не очень нравилось Отрадное, и он присматривал, ну, он хотел жить в центре всегда, и так получилось, что ему попалась эта квартира, там кто-то начал делать ремонт, выкупил коммуналку, начал делать ремонт, и закончились деньги, или там перестроил, а, или доллар вот как раз подскочил, там, ну, кто-то обанкротился, и ему удалось ее купить выгодно, ну, как ему и нам всем казалось, ну, может, и каждый, ну, я не знаю, все цены тогда, потом сделали ремонт, и повесили картины дедушки и его друга Суровцева, известный же художник, а как фамилия дедушки? Вайсбурд, 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 а Юдаев? Это мой папа, ну, да, тоже похоже на еврейскую фамилию, но там нет, там русские, Юдаев, Юдаев, это абсолютно еврейская фамилия, может быть, ты просто не все знаешь про папу? Про папу может быть, не знаю. Когда я познакомился с твоим папой, я был в Кипе, и он очень у меня, вот мы с ним, у нас завязался диалог на эту тему, и он как-то вот из собственного опыта, там, я был уверен, что он еврей, что у него есть еврейская кровь, потому что ни еврей не может интересоваться, ну, просто, ну, шапочка и шапочка. Ну, наверное, ему как-то это все близко, не знаю, потому что он женат на маме, поэтому ему это все нравится, ну, и дедушка, он же, ну, как бы, он знал, видишь, и моя прабабочка знала, и как бы, там были традиции еврейские, ему это все нравилось, может быть, из-за этого, когда он увидел тебя, он сказал, ну, стал разговаривать, потому что... то есть он такой профессиональный интерес проявлял к этому? ему это нравится, он все это знает, поэтому... А что с дедушкой случилось? Ой, дедушка у нас погиб в пожаре, у нас горел дом, и он его отпущил, и, в общем, получил ожоги, которые... ну, сильные ожоги, и через три дня умер. Да, грустная история, он такая. Он тушил свой дом? Нет, это... были праздники, мы собрались, большие... ну, мы любим собираться, там, большим количеством семьи, как это, с членами семьи, собрались за городом в доме, и... а там они запустили какую-то новую систему отопления, было очень холодно, минус 40, вот помните, такие морозы были, когда-то там, в 96-м году, был какой-то жуткий мороз, когда даже в школу не ходили, никуда, а, или мы в школу не пошли, ну, в общем, что-то такое было, сестра еще была в России, ну, в школе со мной училась, и... мы все спали, и... сестра вдруг почувствовала запах, и оказалось, что там горел первый этаж, все стали спускаться, и, в общем, там дыма очень много, потому что там в доме было много дерева, и... дверь примерзла, потому что минус 40, там вот этот вакуум образовался, жарко, холодно, что-то там где-то не могли открыть, и когда открыли, там все это вспыхнуло, просто дедушка, пока открывали дверь, он чуть подальше был от двери, а это когда все загорелось, ну, как это... кислород, как взрыв, не знаю, как что-то такое произошло, ну, его успели вытащить, ну, травмы были серьезные, но там еще кошка, собака погибли, и рабочий, который тоже не успел, почему там грустная история, такая... давайте о веселом, дедушка у меня был художник, он преподавал черчение в техникуме, его знал весь город, он когда приехал в город Касимов, потом я долго, когда его не было в живых, я ходила по городу, и все знали, что я внучка Семена Иосифовича в Айсбурду, это прям так... я ходила, как там местная королева, все знали его, ну, и все детство, я помню, что его все знали. Грустная история, конечно. Давайте весело. А вот в какой момент родители поняли, что нужно продолжать династию деда? Как это? Или... ты рисовала на обоих? Меня, где-нибудь знал, вот это, наверное... Я вообще еще балерина. Они хотели, чтобы я была балериной. Я какое-то время пока я была в испанской школе, мама меня отдала в балет, потом я поступила в балетную школу на Фрунзенской. Такая, да, отучилась там год. Но меня никто не возил, а на Фрунзенскую я одна не хотела ехать. Папа меня всегда... Но если там еще 30 минут на автобусе я могла доехать из Отрадного в Сыблова, то на Фрунзенскую из Отрадного было очень проблемно доехать. А они не взяли балерину? Или она не захотела? А я поступила. Могла быть вторая Волочкова с моим ростом. Это было для собственного развития или какая-то цель была? Я думаю, что это просто... На самом деле я тоже хочу для своих детей какую-то такую творческую профессию. Зачем вот эти все сложности, когда живопись, искусство, балет, это же прекрасно, разве нет? Когда ребенок в творчестве. Я абсолютно права, что наши деды придумывали станки самолеты, наши отцы точили на них детали, мы там придумывали еще что-то для того, чтобы наши дети уже там занимались искусством. Конечно, это высшая степень здоровости, зрелости и уровня жизни в обществе. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, все развитые страны живут так, что могут себе позволить заниматься творчеством где-нибудь в Швейцарии, делать сыр себе в угоду своими руками, писать полотна и не портить экономику. У нас можно это монетизировать? Ну, конечно, наверное, не знаю, можно. Продавать, наверное, сажи, картины, стоять в шубе. Я вот такое продажу не вижу. Я не из тех, кто будет... Но ведь в каждом доме должна висеть хорошая картина, написанная натуральными красками живой рукой художника. Это красиво. А в подарок картину подарили. Мне кто-нибудь подарил бы картину на день рождения красивую, красиво написанную, я был бы счастлив. Ну, то есть из этого надо просто сделать какой-то бизнес и дарить не стаканы, бутылки, не знаю, кольца, украшения, часы, а дарить картины. И всё. Народ надо просто научить. Есть такая вещь, что мы сидим в этом прекрасном зале, вы смотрите, какой тут дизайн. Ведь к этому дизайну нужна определенная картина. Невозможно Любавического Рэба, если бы это было Любавических Хасидов община. А здесь прекрасные картины Рами Мейера на втором этаже. Здесь нет картин. Ты имеешь в виду, прямо на ту стену просится картина. И вот на эту тоже. Здесь везде. И совсем по-другому будет. Вот прям под каждое бра хотя бы картину. Раз, два, от одной стенки. Три, четыре. Хотя бы четыре. Но я тут думаю, как художник и установщик, и думаю об этом как дизайнер. Потому что я, конечно, смотрю на эти стены и думаю о том, чтобы здесь... Это в первую очередь молельный зал, когда большие здесь праздники происходят, и здесь картины могли бы отвлекать. Но с другой стороны, когда здесь происходит и превращается этот зал в ресторан, один большой, то тогда бы они работали на благость эти картины. Но и в первом, и во втором случае это добро. Вот, кстати, мы переходим к самому интересному. Вот мы нашли. Нет, тут почему не дарят картины, почему не рады картинам? Потому что, когда дарят картину, ее же дарят на свой вкус и по своим ощущениям, не учитывая там, где она будет висеть. Потому что картина должна быть, конечно, если она не висит в музее, то она должна быть частью интерьера. Все-таки это, наверное, моя киношная история, она не должна мешать, она должна вписываться в это пространство. Приходите ко мне домой, просмотрите на мои картины, на мой интерьер. Но это должно быть как бы все соединено. Я вижу картину как часть интерьера, вообще как часть композиции. у меня не существует картина, нет, я вижу картинку как картинку, когда она у меня в телефоне, на планшете или где-то. Если она висит на стене, то она должна подходить к этому интерьеру. Это не может быть. И нужно знать интерьер, чтобы дарить картину. Ну, как бы вот, чтобы этот подарок удался, нужно точно знать, куда ее можно повесить. и тогда это будет хороший подарок. А так это может быть в стол. Ну, или там, если бы кто-то мне подарил малых голландцев, каких-нибудь или перезвижников, я бы переделал весь интерьер. Вот, или так, да. Да, и прям исцеловывал ее. Потому что не все картины, ну, вот, мы все, даже про этот зал, тут же не все подойдут. А вот в этот зал какие бы ты повесила картины? Ну, тут уже вот есть какой-то... Арама Кодыш. Ну, я... Это святое место. Да, я понимаю, что это свитки Торы, это... Ну, как бы, вот эта часть тоже задает. Возможно, надо было тоже повесить картины, ну, свитки, ну, только в рамах. это получится... Ну, это же тоже картина. Картина в виде свитки Торы в каком-то скрижали. Да, скрижали, конечно. Ну, вот, это же... Алфавит, что-то, что-то вот тематическое. Да, я за уместность, я за то, чтобы все было уместно. И тут вот... Ну, вот, задает, и тем более есть уже цвет, даже, ну, как бы, черный, золото, я бы использовала в картине такие же цвета. Может быть, красного немножко, ну, вот, надпись красным как раз сделала, чтобы было как-то... Наше начальство... Не хочется местечковостью заниматься, но наше начальство смотрит все интервью, и, может быть, какая-то идея возьмет в эту коллаборацию с тобой. Я вам сделаю красиво, обращайтесь. Я делаю всегда красиво. Я пришлю картины, которые я сгенерирую с помощью искусственного интеллекта. Это достаточно быстро делается. Поэтому я перешла на искусственный интеллект, потому что это достаточно быстро, потому что надо задать, ну, как бы, что такое рисовать с помощью искусственного интеллекта. Это как управлять моими постановщиками, декораторами, инквизиторами. Это главное правильно дать задание. А потом только... А это какая-то программа генерирует? Миджорни. А? Миджорни. Миджорни? Да. Есть еще наш, кстати, выпустил Яндекс, классную программу, называется Шедеврум. Я тоже... Шедеврум? Да, Шедеврум. Такой носорог в оранжевом. Я, когда ее открыла, я за день набрала 200 или 300 подписчиков. Ну, как-то, ну, моментально. и вот ее изучала, три дня ее изучала и потом забросила. Теперь только когда работаю, вот мне надо что-то сгенерировать. Например, поздравление с Новым годом. Это было с помощью виджорни. Если бы не эта ситуация, Яндекс бы, конечно, завоевал мир. Яндекс супер. Мне нравится. Мир бы завоевал. Это была бы одна из успешнейших компаний в мире. При том, что каждый, каждый раз ему то палец отрежут, то ногу прострелят, то еще что-нибудь, то наручники наденут, а он все равно еще держится и все равно потихонечку идет. А ты представляешь, если бы ему не мешали? Представляешь, если бы его отпустили и сказали «твори». Яндекс вообще удивляет это сто процентов, эти моменты, когда ты можешь с карты вызвать такси. Ну, ты посмотрел на карте и там у меня тут друг увидел американец, что я так сделала. Он говорит «Что, у вас карты можно вызвать такси?» Я говорю «Ну да, притом, что это не новая история. Зачем там какие-то тысячи программ, когда у тебя все удобно». Он даже снял видео, отправил кому-то в Америку и сказал, что смотри, что может Яндекс. Гениальное изобретение. Гениальнейшее. Яндекс гениальное изобретение. Сбер это мега гениальное изобретение. И третье гениальное изобретение это МФЦ мои документы. Это вообще самое супер, что могло быть. Весь мир завидует. Вот на трех этих мега компаниях можно было весь мир завоевать. А Сбер какая классная вещь. Как они сделали из Сберкассы лучшее приложение в мире? Лучшее приложение Сбер? Не знаю, с моими документами я согласна, с Яндексом согласна, а вот Сбербанком не согласна. Тинькофф мне больше радует. Без офиса это банк без банка. а сейчас такая история, что мы даже проще, у нас там есть совместный счет, у меня там декоратор, реквизит, я вижу куда-то какие-то траты, и все это видно. Совместный банкинг такой? совместный счет в Тинькове мы сделали, если вы не знали, есть такая вещь, и очень удобно, потому что раз кто-то списал, мы пользуемся одним счетом, нам приходят деньги, и мы оттуда по кинок. Секретная такая история. Не секретная, это просто проще. даже отчеты делать, потому что отчет, когда ведь надо за все отчитываться, за все, что ты тратишь, и это проще, потому что там видно, все видно, кто что потратил, куда, на что, за что заплатил, за печать, за что-то еще, магазин какой-то, бензин. Ты нам сегодня много секретов открыла, как работает вот эта профессия, достаточно закрытая, художник-постановщик, да, и все, вот все декорации, все вокруг этого. А вот сейчас еще тебе хочется чуть-чуть, а у тебя были какие-то потрясения в жизни, которые ты запомнила бы на всю жизнь? уход уход каждых членов семьи для меня стресс, наверное, это самое грустное, дедушка, тетя, другое дедушка, бабушка, двоюродная бабушка, вот это для меня стресс, я каждый раз восстанавливаюсь очень долго. А в профессии, в творчестве? Да нет, мне кажется, у меня все получается, и все ну, не знаю, я получаю каждый раз удовольствие от всего, вот я пишу картину и получаю удовольствие, мало того, что точно, если я с удовольствием пишу картину, значит, она продастся, это 100%, и вот на примере, да, даже вот, кстати, мы стали обсуждать в зал, да, какие картины, вот что делает художник-постановщик, приходим снимать, я говорю, так, давайте повесим туда, картину туда, туда, например, да, и меня спрашивают, какую, вот я там прислала, вот они пошли, распечатали, там, одели, повесили, я пришла, отлично. То есть даже не настоящая батафория? Да, батафория, да, вот искусственный интеллект я вам пришлю, повесил, в батафорию, ну, в общем, да, нет, ну, я, кстати, там, я иногда в свои тоже картины вешаю, брибку. А ты передаешь, продаешь, через какой ресурс? Нет, а я продаю свои картины? По, как бы, те, кто меня знают, или на выставке, вот, ну, выставка идет, приходит, персональная выставка это топчик, да, это считается, как олимпиада для спортсмена, персональная выставка. У меня есть подруга, которая считает, что это, ну, как бы, сначала она считала искусство, потом пошла в искусство, и потом, и она мне сказала, что, при том, что она вдарилась, она не умеет рисовать, ну, как бы, не рисует ничего. это то, что сейчас делают, да, как бы, ты можешь не рисовать, но при этом ты будешь выставляться, да, это современное искусство, которое, когда ты там, типа, пока ты не прочтешь три страницы текста, там, брошюрку, ты не поймешь, что эта точка на стене имеет значение, оказывается, это искусство, и этому посвящают, кстати, очень много денег, и там, какие-то там выставки, очень часто, какие-то глупости, ну, на мой взгляд, когда была на выставке, в выставке какая-то женщина уехала в лес, сама пыталась там настрогать этих палок, у нее там что-то не получилось, потом она где-то их закупила, потом она где-то их это собрала, часть она это отсняла на видео, и вот выставила вот эти дурацкие ящики, криво сколоченные, якобы это она сама их делала, сама там какие-то деревья рубила, ну, и вот что-то она там, какую-то мысль несла о том, что это современное искусство, я не помню смысла, но визуально выглядело как, ну, перевод, просто мне даже жалко было это дерево, которое пошло на это уродство. И о чем это говорит? Что это не искусство, а шоу, скорее всего, то есть это инструмент привлечь людей, чтобы они заплатили за билеты, и пришли к этому. Да, и они же выставляются, они выставляются и считают, что те, кто рисует, вот, например, те, кто на Рбате, это не художники, при том, что, мне кажется, те, кто рисует на Рбате, вот, ну, они хорошие рисовальщики, им бы просто объединиться с ними, и тогда вы можете, ну, можно уметь рисовать, но у тебя нет. Но быть переосманем. Нет, ну, у тебя нету, вот, вот, есть лист на столе, и ты смотришь на него, и ты не знаешь, что нарисовать. И если тебе не скажут, что надо вот рисовать яблоко, то он ничего не нарисует, у него в голове пусто, ну, это так и есть. И ты вот хорошо рисуешь, но ты не знаешь, что рисовать. Или ты рисуешь как-нибудь. А есть человек, который, какой-нибудь еврей, который скажет, давай вот это самое рисуем, мы это продадим, да? То есть сто процентов. И продает, и знает, что есть. Нарисовать в следующий раз, чтобы продать еще в два раза дороже. Да, конечно. А возвращаясь к подругу, и она когда ушла в это искусство, она мне рассказала такую историю, что вот она там сделала какой-то проект, там он интерактивный, и была трансляция в интернете, и там смотрела пять человек, или четыре. И когда ребенок увидел это, я сказала, что мама у тебя, говорит, у блогеров намного больше просмотров, чем у тебя, как у художника. Ну, в общем, такая история. И как теперь все это переложить на Израиль, или завоевать Израиль? Если ты, вот сейчас ты в двух словах рассказала, в общем, как работают по простому, как просто работают сложные вещи, или наоборот, как найти подход простой к сложным вещам? Ну, вот мне нравится подход Никаса Сафронова, кстати, очень, я не близка с его творчеством, он такой реалист, я все-таки не реалист, если кто-то хочет, чтобы был похож портрет, конечно, надо идти к Никасу Сафронову, хотя на Арбате, уверена, есть тоже классные рисовальщики, которые делают не хуже, и дешевле. Подход к израильской публике, не знаю, им просто надо прийти ко мне на выставку, и они меня полюбят, полюбят мои картины, все очень просто, надо больше выставок. Что ты хочешь делать в Израиле? Я бы с удовольствием, кстати, поработала в театре, хоть я и... Я, кстати, работала в театре «Шалом». В Москве, кстати, очень грустная новость про Диму Буку. Ну, в общем, в театре бы я поработала в Израиле, у меня есть опыт в театре работать, и, конечно, выставки. Я бы хотела делать выставки там и знакомить людей со своим искусством, как я это делаю в Москве. Все то же самое. Может быть, в Лондон поеду. Не знаю. Можно твою ладонь? Если тебе на ладонь положат таблетку бессмертия, что ты с ней сделаешь? Бессмертия возьму, да, я хотела бы быть бессмертной, не отдам никому. Ну, да, да, воспользуюсь ей. Это классно. Мне кажется, чем старше становишься, тем умнее. Ну, как бы, понимаешь, больше. Много вещей, которые не понимала. Раньше, мне кажется, я сейчас понимаю и правильно пытаюсь двигаться в правильном направлении. Что нельзя быть бессмертной? Вы меня пугаете. Можно и нужно. Да. Очень хочется. Пугаться. Какое самое лучшее место на земле? Где ты хотела жить? Мечтаю жить в Израиле, кстати. Хотя там так страшно сейчас, но когда я позвонила сестре, я говорю, Дана, блин, у вас там так страшно, приезжайте, ну, приезжай в Москву. И тут происходит вот эта вся ситуация с Дагестаном. Она мне перезвонила, нет, я лучше посижу в Израиле, и тут спокойнее. и отказалась приехать. Вот. Поэтому, мне кажется, может быть, правда, она там спокойнее. В Израиле? Да. Лучшее место на земле? Ну, погода классная, я люблю жару, еда самая вкусная. Да. А какое ты хотела бы будущее для своих детей? Ой, сейчас чихну. Самое лучшее. Только самое лучшее. Не знаю. У меня пока нет детей, поэтому я не знаю. А ты готова оставить Россию, забыть про Москву и то, что на Израиле переключиться? Ну, как забыть? Ну, никогда я не забуду. Это не получится. Тетя моя, которая переехала, она все равно приезжала. Приезжала, говорила, как хорошо, что я отсюда уехала. Вот, наверное, ну, у меня родители, они переезжать не хотят. Я уже поняла, что они хотят тут. По-любому, Москва останется каким-то местом. Единицы говорят, евреев, сидящих в этом кресле, что Израиль лучше, чем Москва. Все говорят наоборот, что Москва лучше, чем Израиль. Мы разочаровались, я там жил 5 лет, 10-20, приехал, там, это самое. Вот, и то, что ты говоришь, это цены для израильтян. Они, по крайней мере, на нас не будут обижаться. Да, а я просто не жила там 5 лет, максимум месяц, поэтому каждый раз, когда приезжаю туда, мне кажется, там так хорошо, и уезжать не хочется. Но Москва тоже хорошая. Сто процентов. В Москве бюджеты. В Израиле не будет такого кино, в Израиле не будет такого разнообразия. Такого театра, таких выставок, такого жира. Вот когда все закончится, ведь опять будет жир, опять деньги будут сыпаться из... Я тогда вернусь. А-а-а, тогда ты вернешься? Да, вернусь. Ну, а в Израиле зато классное кино. В Израиле классные сериалы. И вот если попасть на эти сериалы, то тогда понесет, не остановится. Там сценарии пишут одни из лучших в мире. Да мне кажется... А снимать только учатся. Вообще, всегда, если у тебя все хорошо, то неважно, где ты живешь. Там у тебя тоже будет все хорошо. Поэтому, не знаю, посмотрим, я еще не жила. не год, не... Вот, поеду и попробую. Ну, не знаю, мне там все нравится. Поэтому, ну, кроме, вот то, что там сейчас небезопасно. Ну, и вообще, это, конечно, я не знаю, как у меня сестра переживет. Победим. В итоге всю эту мразь задавим и уничтожим. Без сомнений. Я даже не нашла слов. Я не знала, что ей сказать. Вот мы говорили, и... страшно. Ну, когда у нее дети маленькие, и... когда ты знаешь, что вот так могут прийти в дом, там вот так издеваться над всеми, и ты... что это же все было в праздник, и... 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 там еще вот эти... Мия все время, это дочка моей сестры, она спрашивает, что это за люди висят на стенах. Они известны, а это же люди, вот, которые заложники. и... она говорит, ну да, они известны, она даже не может ей объяснить, что это заложники, ну, она не хочет пугать. Как она ей расскажет, что это вот могут прийти в дом, когда ребенку четыре года, сколько, пять. Как вот объяснить? Ну, как-то она найдет слова, наверное, но и даст Бог, все заложники будут освобождены. Я с тобой полностью согласен, что Израиль лучшее место на земле, и жить там это счастье. В общем... Хорошо жить там это счастье. да, я поняла, Израиль будет, если там хорошо живешь, то тогда это счастье. У меня, кстати, там тетя была стоматологом, и, конечно, она хорошо жила там, у меня своя клиника была. В общем, это интервью для израильтян, что хвала Израилю. Да, сто процентов. Хвала Израилю. Я не знаю, как это говорится. Ам, Исраиль, хай. Ам, Исраиль, хай. 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 Жизнь. Я могу только сказать, манюш-ман. Беседер, то. Ну, теперь запомнила? Ам, Ам, Исраиль, Хай. Хай. Ам, Исраиль, хай. Субтитры подогнал «Симон»